Здравствуйте! Вы смотрите Губернские новости в студии Елены Речкина. Коротко о главных событиях в регионе. Современный офис с электронной очередью и автоматизированными местами операторов. Так выглядит новый областной пункт отбора на военную службу по контракту. На Фридриха Энгельса 52. Он уже работает в полную силу, в чем лично убедился губернатор Александр Гусев, который и контролировал ход строительства. В здании провели ремонт, оснастили помещение необходимой мебелью и компьютерной техникой. Попадая сюда, кандидат на контрактную службу проходит анкетирование, тестирование и полиграф. Преимущество пункта – работа по принципу одного окна, как в МФЦ. То есть контрактники могут оформить все документы на месте. С кандидатами будут работать судебные приставы, налоговики, нотариусы, представители банков. Они помогут оформить бумаги для получения матпомощи, налоговые каникулы и разрешить другие жизненные ситуации. Сотрудники Управления соцзащиты займутся подготовкой документов, касающихся выплат, в том числе единовременной губернаторской. Это 120 тысяч рублей. Всего же на первом этапе контрактники сейчас получают 315 тысяч. Напомню, для участников СВО и членов их семей в регионе действует свыше 20 мер поддержки. В частности, соцобслуживание на дому, обеспечение бесплатными лекарствами, возможность перевести ребенка в ближайшую школу или детский сад. Помимо этого, людям, заключившим контракт с Минобороны, предоставляется дополнительная экипировка. Открывая новый пункт отбора на службу, губернатор отметил, что региональной власти совместно с военными комиссариатами занимаются и вопросом модернизации обычных военкоматов. По военкоматам есть отдельная программа доведения военкоматов до такого современного состояния. Мы около 300 миллионов рублей в год запланировали на эту долгосрочную будет программу. Ряд объектов мы уже делаем в этом году, поэтому это совершенно отдельная тема. Ну а здесь, мне кажется, коллеги наши с душой подошли, сделали и красиво, и самое главное, функционально. Человек, который сюда пришел, может и какие-то свои бытовые проблемы решить. Здесь наши службы присутствуют, МФЦ, соцзащита. То есть можно какие-то еще и такие мелкие сложности, которые там у человека в жизни есть, решить, принять здесь. Безопасность движения на воронежских дорогах обсудили в правительстве области. Губернатор Александр Гусев напомнил, во время недавней встречи с Владимиром Путиным президент обратил внимание на высокую аварийность в нашем регионе. Проведя анализ, профильный департамент пришел к выводу, хотя с января смертность в ДТП у нас снижается, доля таких аварий, в которых виноваты пьяные водители, остается высокой. Поэтому губернатор поручил решать проблему комплексно, применяя организационные инженерные профилактические меры. В частности, Александр Гусев предложил наносить на трассы больше пластиковой разметки, дополнительно установить дорожные знаки, светофоры, барьерные ограждения, лежачих полицейских в местах концентрации ДТП, разделять транспортные потоки, модернизировать систему фото-видеофиксации. Госавтоинспекции поручено также усилить патрулирование на дорогах, особенно в сельской местности, чтобы выявлять нетрезвых водителей. Кстати, начальник областного управления ГИБДД Евгений Шаталов сообщил, что с начала года проведено 500 профилактических рейдов, оштрафованы более миллиона автомобилистов. При этом 33 тысячи нарушений правил дорожного движения относятся к категории грубых и влекут лишения прав. По инициативе губернатора возможны и кардинальные перемены в работе скорой помощи. Александр Гусев считает, что службу необходимо увезти из подчинения районных больниц и сделать централизованной. Плюс надо выстроить систему маршрутизации пострадавших в ДТП по тяжести травм, чтобы их сразу везли в профильные медучреждения региона, а не в сельские лечебницы. Ну и главное, правительство области пообещало выделить муниципалитетам дополнительное финансирование на обеспечение безопасности дорожного движения. Игровым квестом воронежские школьники отметили День детских организаций, или для тех, кто постарше, День пионерии. В 2023-м ей исполнился 101 год. По случаю праздника активисты из всех районов столицы Черноземья собрались на площадке у Дворца творчества детей и молодежи. С каким настроением, ну а главное, зачем, расскажет Алина Белокопытова. Танцевальной зарядкой школьники дали старт квесту с громким названием «Будь в движении». Его участниками стали больше сотни подростков. Это лучшие из лучших активисты первичных отделений движения первых. Я считаю то, что подобные детские общественные организации очень помогают нам реализовать себя. И в дальнейшем это будет очень хорошо отражаться на всех наших достижениях. Я ожидаю ярких, радостных моментов, позитива и хорошего настроения, конечно же. Мы пришли с шикарным просто настроением. На самом деле очень много незнакомых людей, так как с нашего актива пришло человека четыре. Я думаю, мы все поладим, подружимся и будем отличной командой. В каждой команде есть певцы, танцоры, художники, а также спортсмены, волонтеры и юные исследователи. Раскрыть свои таланты ребята могут как раз на площадках квеста. Профориентация – еще одна важная задача детских организаций. В игровой форме школьники знакомятся с разными специальностями и попутно размышляют о своем призвании. Все нравится. Успел узнать некоторые новые вещи для себя. Мы немножко узнали про историю Воронежской области во времена Великой Отечественной войны. Про актерское мастерство мы немножко узнали. Ну, также про эко-активизм мы тоже узнали. Мне ближе, скорее, актерское. Наука и технологии, медиа и коммуникации, спорт и здоровый образ жизни. А еще туризм, культура, патриотизм и волонтерство. Каждая из площадок квеста раскрывает то или иное направление движения первых. Организаторы предлагают самые разные активности. От стрельбы по мишеням из пневмата до измерения уровня радиации. Это движение дает всем школьникам, которые в нем участвуют, это возможности в первую очередь. И во вторую – это положительные эмоции, которые приносят все эти сборы, все это участие, квесты, игры. Все это, я думаю, всем нравится. И помимо того, что какие-то дает нам возможности, дает безумно классные эмоции. А атмосфера просто шикарная, это на открытом воздухе, это вдвойне классно. И пока что все очень нравится. Во всех районах к этому времени прошли районные школы актива, районные конкурсы «Лидер». Они немножко познакомились на нашем городском конкурсе «Лидер», который являлся зоной областного конкурса. У нас есть победители. И сегодня просто именно такой день, чтобы они первое, все-таки мы только начинаем эту работу, узнали все-таки об основных направлениях российского движения детей и молодежи. И, конечно же, могли проявить себя. Российское движение детей и молодежи – организация молодая, но основанная не на пустом месте. Она призвана вобрать в себя все самое лучшее из того, что уже было, в том числе опыт пионерии. В Воронеже движение первых уже охватило все районы города. А это около 120 школ, плюс некоторые учреждения дополнительного образования. Последний звонок на опережение будущих выпускников из числа сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, пригласили в мэрию вместе с опекунами, которые стали для ребят первыми наставниками. Одиннадцатиклассникам – памятные подарки, взрослым – благодарственные письма и букеты. Всех присутствующих с предстоящим последним звонком поздравила руководитель городского управления образования Любовь Кулакова. Она сама мама выпускницы, так что не понаслышке знает, насколько напряженные дни предстоят вчерашним школьникам. Целью нашего мероприятия является оказание поддержки этим ребятам и их семьям в этот непростой период, когда чувствуется особое напряжение. Конечно, хочется сказать добрые слова и нашим выпускникам, и их родителям, пожелать им дальнейшего правильного формирования интересов, формирования жизненного пути, ну и прежде всего удачи на предстоящих экзаменах. Это сегодня самое главное, это то, на чем предстоит сосредоточиться. Я получила в опеку двух мальчиков. Сейчас выпускник мой младший, внук старший, заканчивает факультет журналистики университета. Это сложно, волнительно и очень ответственно, и очень приятно, потому что понимаю, что моя жизнь продолжилась в моих внуках. Это и радостно тоже. Я вместе с ними праздную все их праздники, и вот теперь 11 класс – это тоже и мой праздник. В одном из главных административных зданий столицы Черноземья будущие выпускники впервые, поэтому для них организовали небольшую экскурсию. Да еще пригласили сюда на работу, после вуза, конечно. Многие ребята рассказали, что уже определились с выбором будущей профессии. В желании стать чиновником, правда, никто не признался. Но вот о стремлении приносить пользу окружающим и всей стране говорил каждый. Я выбрал военную профессию, тыловое вооружение, потому что хочу помочь своей родине в данный момент. Мой папа был военным, учился в высшем училище связи. Решил поступать на царь, потому что вижу себя в будущем только военным. Я хочу стать психологом, чтобы помогать людям, ведь это важно в наше время, тем более. Немного волнения, но все равно же это неизбыточно. Мы должны пройти этот путь, и у нас все получится, я уверена. Воронеж готовится к форуму Столя и вручению одноименной премии, которую еще называют предпринимательским Оскаром столицы Черноземья. На ее соискании было подано более 260 заявок, и только 20 из них прошли в очный этап. Именно из этих предпринимателей с яркими и интересными проектами жюри выберет победители по четырем номинациям. Сферы самые разные – от строительной отрасли и торговли до информационных технологий и медицины. Как проходит процесс отбора, расскажет Юлия Золотарева. От местного производства до ремонта под ключ и разработки инновационного устройства для внутрикосного введения препаратов, иными словами, специальной иглы. Используют такую при чрезвычайных ситуациях или во время боевых действий. Аналогичные есть в Израиле и Америке, а теперь и в Воронеже. Сейчас наши предприниматели презентуют свою разработку на очной защите проектов в рамках ежегодной премии «Столя». Это готовое изделие, готовая игла, которая вводится внутрь костна. Подсоединяется туда конюля с лекарственным препаратом и идет уже непосредственно инфузия. Второй соучредитель – это профессор Радушкевич. Он работал в скором медицине «Катастроф», имеет прямое отношение к этому. И, он говорит, неудобно. То есть, как бы, изделие хорошее, которое зарубежное, но оно технически не очень удобное. Вот. И мы, как бы, с ним скооперировались и поняли, что надо делать. Молодые бизнесмены, опытные предприниматели и лауреаты премии прошлых лет. Из 260 заявок в очный этап прошли 20 претендентов. Теперь их главная задача – максимально интересно – презентовать свою продукцию компетентному жюри. В 2019-м компания была уже победителем. Мы заявляемся повторно в этом году. Опыт совершенно потрясающий, потому что позволяет в процессе подготовки и структурировать, присвоить свои достижения и осознать тот, в общем, масштаб проделанной работы. И это очень полезно – встречаться с предпринимателями и обмениваться опытом, брать контакты для того, чтобы сотрудничать и развиваться дальше. Участвуем в первый раз. Хотели бы получить опыт, который позволит использовать его как стимул для дальнейшего развития. С сотрудниками собрались, решили, что необходимо как-то поддержать нашего руководителя, который очень большой вклад внес в развитие предприятия. И подали заявку на номинацию. По традиции, которой уже 8 лет самой многочисленной номинацией стал «Бизнес с проверенной временем». Следом идет успешный молодежный бизнес и основная – значимый для региона проект. В этом году новая номинация у нас по туризму. Прямо сейчас идет как раз «Защита интересных проектов». Она не набрала этой номинации большого количества заявок, но это и понятно. Во-первых, номинация первая. Первый раз, да, не успели еще узнать об этом предприниматели. Во-вторых, туристический бизнес только начал активно развиваться. Но есть нам чем гордиться в регионе. Есть потрясающе интересные, на мой взгляд, федерального уровня проекты. Поэтому «Защиты» все, конечно, интересные, вдохновленные. Призовой фонд премии – 1 миллион рублей. Эту сумму жюри распределит между победителями. Итоги объявят на Большом форуме имени Вильгельма Столя 25 и 26 мая. От классической «Бабы Еги и Серого Волка» до героев современных мультфильмов. В столице Черноземья стартовал первый воронежский анимационный фестиваль «Мультпрактика». Еще не успев родиться, он стал международным. Заявки на участие пришли из 78 стран. Компетентное жюри из Китая, Сербии, Ирана и России проделало титаническую работу, отобрав из 850 лент всего 96. Они и вошли в программу фестиваля. Площадкой для его проведения стал парк «Орленок». Здесь устроили массу тематических площадок. Как и положено, все они посвящены мультфильмам. И повсюду разгуливают мультперсонажи. Кажется, что они просто сошли с телеэкранов, чтобы увлечь гостей в мир анимации. Впрочем, придумать свою историю можно и самим. К примеру, сделать короткометражный мультфильм с помощью фотоаппарата. Интерес воронежцев к анимации велик, отметил губернатор Александр Гусев, который и открыл фестиваль. Мы в начале пути, это первые шаги, но у нас целая программа развития этого направления. И очень скоро, ну, собственно, уже не забегая вперед, потому что мы первые занимаемся начальным этапом, у нас появится дом анимации. Это то место, где не только будут профессионально производиться какие-то продукты анимационные, но и пространство для людей, кто захочет себя в этом попробовать, для активностей, которые там будут происходить, для креативных детей, для креативных молодых людей, кто себя захочет попробовать вот на этом поприще. Мы уже в этом году готовимся и уверены, что со следующего года начнем строительство и очень быстро такой объект сделаем. Особенностью фестиваля стали мастер-классы. От песочной и пластилиновой анимации к более серьезной и сложной – мультипликационной графике. Чтобы познакомить с ней, участников фестиваля организовали интерактивные экскурсии по Центру креативных индустрий «Матрешка». Благо, далеко идти не нужно, он тоже находится в Орленке. Здесь можно заглянуть за кулисы анимационного искусства и поработать с Гензелем, одним из главных героев «Снежной королевы», вернее, с его лицевым ригом. Так называется специальная программа для настройки эмоций. С ее помощью легко придать персонажу, к примеру, задумчивый вид или нахмурить брови. А это студия звукозаписи мультфильмов. Шорох листьев и звук падения имитируют с помощью мелко нарезанной бумаги и пустой пластиковой бутылки. А вот 3D-стереомодель Гота-предестинация из мультфильма «Котенок с улицы Лизюкова». Рассмотреть корабль со всех сторон позволяют специальные очки и голографический стол. Тот же способ используют, чтобы познакомить посетителей с персонажами новой ленты супергерои.ру. Кстати, эта модель «Родины матери», созданная воронежскими аниматорами, тоже часть будущего мультфильма. Поучаствовать в мастер-классах можно совершенно бесплатно в течение всех трех фестивальных дней. Когда ты делал лица, было интересно смотреть, как будто этот персонаж, ну ты его сам сделал, и он там как-то твой собственный. А когда ты озвучивал, кажется, что все вот как ты думаешь, как ты хочешь сделать, так и будет, чтобы все было как в твоем представлении. Основная задача фестиваля достаточно простая. В Воронеже было такое знаковое культурное место. У нас есть Платоновский фестиваль, у нас есть фестиваль для детей театральный, Маршак. И, соответственно, эта ниша анимационного фестиваля, она просто просилась сюда, потому что есть ядро нашей студии, где работает огромное количество специалистов. Нам есть что рассказать, есть что показать. И поэтому развитие анимационной культуры и с уклоном в обучение, в такой бэкстейдж, это было, ну просто напрашивалось давно, поэтому мы это сделали. Лучший воспитатель – это звучит гордо. А когда это звание получаешь в ходе народного голосования, еще приятно. В Воронежской области завершился конкурс для педагогов дошкольного образования, созданный 8 лет назад депутатом Госдумы Сергеем Чижовым. За годы существования проекта были отмечены заслуги более 5 тысяч работников детсадов столицы Черноземья и всех районов области. А число воронежцев, которые проголосовали за своих любимчиков, достигло 100 тысяч. Кто в этом году пополнил список всенародно любимых педагогов, расскажет Ирина Цацинка. Равняйся с мирным. Когда детей много, а ты один, но общий язык найден, и они тебя не боятся, ты на своем месте, говорит Татьяна Сидельникова. За 10 лет она прошла путь от помощника-воспитателя до педагога дополнительного образования. И вот оно, идеальное сочетание. Кандидат в мастера спорта по карате прививает любовь к здоровому образу жизни детям. Итог – победа в конкурсе народного признания, организованном депутатом Госдумы Сергеем Чижовым. Я на работу иду с большой радостью всегда. И мне дети здесь поднимают настроение, потому что от детей ты заряжаешься добротой, позитивом, искренностью. И поэтому я думаю, что работа не так тяжела, как кажется. А Татьяну Владимировну, победителя в номинации «Помощник воспитателя», в профессию привело материнство. После рождения дочки поняла, что воспитывать и оберегать малышей – ее призвание. Победа в конкурсе, признается Татьяна, эту мысль только подтвердила. За нее отдали почти 180 голосов. Я знала про этот конкурс уже давным-давно. Я даже принимала в нем, ну не принимала участие, а голосовала за воспитателя, за своего. Младшая дочь ходила в группу. Я отдавала за нее свой голос. И буквально в этом году я только узнала, что есть такая номинация, еще «Помощник воспитателя». Как бы за эти годы многое, оказывается, изменилось. Я вроде бы подумала, что может быть мне попробовать и принять участие. Я потом думаю, нет, я не люблю вот это вот нервничать и вот это вот буду переживать потом за это все. Но воспитатели мои, ну как бы настояли, да, сказали, давай попробуй, почему бы и нет. Ну ладно, думаю, ну что же. Все педагоги пришли молодыми специалистами со своими новаторскими идеями, внедряют все свои технологии, все свои знания, умения и проявляют огромную любовь к детям. Я очень горда за своих сотрудников, которые приняли огромное участие в этом конкурсе и так много победителей. Один детский сад и сразу две победы. Приятно и сотрудникам, и родителям малышей. Всего в этом году участие в конкурсе приняло почти 500 педагогов дошкольного образования. Победителям торжественно вручили заслуженные призы и благодарственные письма от депутата Госдумы Сергея Чижова. Но все же главной наградой для воспитателя остается счастливый ребенок. Это человек. Это уникальная выставка, поскольку у нас у всех есть возможность ознакомиться с творчеством именно педагогов нашей детской художественной школы. Это тоже высокопрофессиональный коллектив. Большинство из них являются членами Союза художников России. Имеют также различные награды в своей профессиональной деятельности, в своей профессиональной стезе. Характерно для этой выставки, что она явилась экспронтом без плана и без подготовки. Так было, ну, в плане работы зала получилось окно, были масса предложений, но вот мы остановились на этом варианте. И на сегодня все. Оперативная информация на нашем интернет-канале ТВ Губерния. Будьте в курсе событий, хороших выходных. И до скорой встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова